Спасибо, спасибо, что вы здесь. Честно говоря, не знаю, что бы меня заставило выйти из дома в воскресенье, еще и на популярную лекцию по археологии, поэтому я это очень ценю. Начнем мы с археологии, что немного странно, хотя ее помещают между естественными науками и, скажем, психологией, но эта наука в нашей стране все еще есть и она развивается. Более того, судя по международным базам данных, в которые включено два молдавских журнала по математике, два по химии, один по физике, среди них есть еще один журнал по археологии. В общем, в этой науке происходят открытия. В ней каждый год что-то меняется. Сегодня мы поговорим о том, зачем нужны археологические раскопки, зачем нужны археологические исследования. На самом деле, это один из самых частых вопросов на археологических раскопках после вопроса о том, находим ли мы золото, в общем, да, и скрываем ли мы свои находки, в общем, нет. На самом деле, у археологических исследований есть несколько принципиальных задач. Наверное, самое благородное из них — это спасение археологического памятника, потому что любое его исследование — это, в общем-то, его разрушение, правда, задокументированное. Среди других задач могут быть получение новых данных по какой-то специальной проблеме или периоду. Иногда происходит так, что пытаются повторить успех прошлых экспедиций, такое тоже бывает, но иногда находят не то, что собирались, но вот то, что находят, оно оказывается не менее важным того, что собирались. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Так получилось в 2011 году на раскопках курганного могильника у села Пуркары. Я думаю, что село Пуркары знакомо многим. Археологам оно известно не только благодаря своему прекрасному вину, но и тому, что в конце 70-х, в начале 80-х там действовала большая археологическая экспедиция, которая занималась раскопками курганов у сел Аланешты, Раскайцы и Пуркары. Тогда была обнаружена знаменитая единичка на археологическом сленге. Звучит название кургана номер один у села Пуркары. В нем было основное погребение эпохи ранней бронзы, очень богатое, с огромным количеством сосудов, с бронзовыми и серебряными изделиями. Видимо, в 2011 году, когда археологи из Академии Нолк получили возможность, получили бюджет на раскопки одного из курганов на Нижнем Днестре, они выбрали Пуркарскую курганную группу. И, собственно, по составу экспедиции было понятно, что они нацелены на раннюю бронзу. Тем не менее, когда они сняли насыпь, вышли на основное погребение, вот оно в центре, в выкиде, они увидели его западную ориентировку и очень сильно расстроились. Более того, там еще были включения чернозема, они расстроились вдвойне. То есть, было понятно, что это уже не ранняя бронза, это скифское погребение, потому что западная ориентировка, их визитная карточка. Расстроились вдвойне, потому что 90 процентов скифских погребений, по крайней мере, на нашей территории, они ограблены еще в древности. Но так получилось, что они уже вышли на могильную яму, начали ее разбирать, обнаружили амфору и скелет в анатомическом порядке, что, в общем-то, их немного воодушевило. Понятно, что это уже скиф, понятно, что стало, судя по амфоре, что это скиф классического времени. Вот основные группы находок, которые тогда были зафиксированы. Ну и, к счастью, он оказался не ограбленным в древности. Это тризна, грубо говоря, кусок мяса с ножами, амфора греческого производства и рядом наконечники копий дротиков, черно-лаковая атическая чаша, то есть из материковой Греции. Здесь плохо видно, но, можете мне поверить, там лежит меч скифского типа и бронзовые поножи греческого производства, к нимиды. Что здесь больше всего могло обрадовать археологов? Это уже чертеж. Меня обрадовал меч, потому что я тогда писал диссертацию о скифском клинковом вооружении. Но вообще, грубо говоря, археологов здесь радует наличие античного импорта. Дело в том, что греки умели и любили делать как минимум три вещи. Это делать вино, оливковое масло и керамику. Ну и четвертая вещь, которая у них очень хорошо получалась, это этим всем торговать. Собственно, в Северное причинноморье попало огромное количество керамики греческого производства, но благодаря тому, что у них еще и было очень хорошо, они следили за производством всех этих продуктов. У них было такое, в греческих городах, полисах. Существовали целые магистраты, которые следили за отдельными вещами жизни полиса. В том числе был магистрат, то есть городской чиновник, который следил за производством амфорной тары. Он на каждую амфору из серии, на одну из амфор из серии, ставил свое клеймо, свой штамп. И нам очень повезло, что магистраты не имели права занимать эту должность более одного раза в жизни, поэтому этих клеем известно очень много, они очень разнообразны. Сейчас известно более 300 тысяч амфорных клеем, и каждый год это количество увеличивается, если не на тысячи, то на сотни точно. Составлены огромные таблицы списки магистратов, фабрикантов, у которых были свои клеймы. И собственно, благодаря этому и благодаря тому, что, например, население Северного причинного моря очень любило вино, мы можем узко датировать их погребальные комплексы или жилища вплоть до 5-10 лет. Это амфора производства южно-причерноморского города Гераклея-Пантийская, это сейчас территория Турции, и на нем читается очень хорошо греческое клеймо, двухсрочное клеймо на горле амфоры фабриканта Эвридам. Его можно было сразу отнести его деятельность. Конечно, магистратские клеймо датируются уже, фабриканские чуть пошире. Его можно было отнести к концу 5-го, начало 4-го, то есть это где-то последнее десятилетие 5-го и первое четверть 4-го. При Черноморье конец 5-го века можно сразу отсечь, потому что раньше, начало 4-го, эти амфоры к нам не поступали по каким-то причинам. То есть, в общем, мы имеем дело с комплексом первых десятилетий 4-го века до нашей эры. То есть, грубо говоря, это до 490 года до нашей эры. Рядом антическая чернолаковая чашечка для питья, хотя она называют псалонкой археологической литературы. Кто этот персонаж? Судя по его костным остаткам, это был мужчина возраста 30-35 лет, судя по стертости зубов и, судя по скелету, испытывал постоянные физические нагрузки. То есть, мы можем сказать, даже не глядя на его погребальный инвентарь, что этот человек был воином и активно участвовал в военных событиях. К сожалению, палеоантропология пока еще не готова. Я надеюсь, что когда-нибудь она будет сделана. Мы узнаем о его прижизненных травмах, ранах. Ну, по крайней мере, его паноплию составляла пара бронзовых поныжей в очень плохом состоянии. Более того, они были в древности ремонтированы. Вот здесь есть такая бронзовая пластинка, которая отличается по толщине и у нее, в отличие от остальных фрагментов, отверстия по всему краю. Они греческого производства, тоже укладываются, в принципе, в конец 5-го, начало 4-го. Более того, у него был наборный железный панцирь, который находит аналогии, скажем, на этом чудесном золотом гребне из кургана Салоха. Это средний Днепр, Украина. Отдельные детали, назначения которых мы в процессе археологического исследования не подозревали, в конце концов нашли свои аналогии. Это система крепления щита и оплечий панциря. Собственно, меч. Меч очень оригинальный, с навершием очень оригинальной формы. Слабо видно, но, судя по многочисленным аналогиям, навершие представляло собой две головы грифонов с клювом и глазом. Это уже очень стилизованный вариант изображения грифонов. На самом деле он эволюционирует где-то за 100-150 лет от очень реалистичного изображения до вот таких очень схематичных. Вообще археология, вообще такой традиционный спорт археологов, это поиск аналогий, поэтому без труда я нашел около 60 аналогий по всей европейской части и даже дальше, от Болгарии до Зауралия. К сожалению, только около трети из этих вещей было найдено в комплексах, то есть погребальных, которые имеют четкую дату. Часть из них была украшена золотом. Вообще в археологии скидского оружия и оружия вообще клинкового существует три основных подхода. Грубо говоря, это перебор признаков, навершие перекрестия и на основе сочетания этих признаков выделение каких-то новых групп. Второй подход, в общем-то, не сильно отличается. Это исследование морфологии, клинка, их функций, которые тоже могли меняться в течение времени. Но есть еще и третий подход, который заключается в том, чтобы попробовать поискать культурные типы, то есть типы вещей, которые основались самими носителями. На мой взгляд, как раз к этому и подтолкнул этот замечательный погребальный комплекс, можно найти два, как минимум, таких взаимодополняемых показателя. Это наличие престижных форм внутри серии, то есть украшенных золотом и которые обнаруживаются в богатых аристократических княжеских погребениях. И изображения. Для скидской культуры это в основном изображения на таревтике, то есть на металлических предметах и на монументальной скульптуре. Вот я нашел как минимум два таких изображения, которые могут быть аналогичными этому мечу. Собственно, это хронология погребальных комплексов с этими мечами. Тут очень важная вещь, что, во-первых, как и у любой вещи, у мечей такого типа был свой цикл жизни, то есть был период наибольшего распространения, как раз он укладывается во время совершения погребения из Пуркар. И есть так называемый шлейф, когда тип только появлялся и потом, когда он потихоньку исчезал. Тут с этим очень связана очень важная особенность. Дело в том, что вот в этом шлейфе в основном представлены мечи и кинжалы этого типа, которые были украшены золотом и обнаружены в погребении. С ними вообще связана очень такая важная хронологическая особенность. Дело в том, что они, как правило, больше, чем остальные мечи, связаны исключительно с погребениями, практически без исключения мужскими. И, кроме всего прочего, они старше, чем само погребение. То есть они где-то, может быть, лет на пятьдесят, на сто, а иногда даже на сто пятьдесят лет изготовлены раньше, чем было совершено погребение. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что это могли быть своего рода реликвии, которые, реликвии – символ власти. У скифов еще хорошо известно, что меч был символом бога войны. Это, собственно, то, к чему привела публикация этого замечательного комплекса Кургана-7 у села Пуркары. Это мой хороший друг из Чехии, Даниэль Ржичан, который, значит, решил самостоятельно изготовить доспех и постоянно его каким-то образом костюм и поножи, и даже изготовил меч этого рода. То есть это вот фактически… Мне очень приятно, что именно так распорядилась судьба с этим памятником, что он не только введен в научный оборот, но еще и заинтересовал людей, которые занимаются исторической реконструкцией. Спасибо за внимание. — Прошло, спасибо, Денис. У кого есть вопросы, пожалуйста, поднимаем руки. Да, пожалуйста. Вы говорили про Курганы. А не могли бы вы объяснить, что это такое Курганы? — Ой, прошу прощения. Да, это такая традиция погребальной архитектуры, которая у нас появляется довольно давно, еще с эпохи ранней бронзы, то есть с конца 4-го, начала 3-го тысячелетия до нашей эры. Это традиция сооружения земляных холмов над погребением. В общем-то аналогий достаточно много. Это фактически вся Евразия занималась этим. И причем они начинают заниматься сооружением, воздвижением этих погребальных земляных холмов практически одновременно на очень больших пространствах. В эту традицию, кстати, укладывается и сооружение пирамид в Египте, которые на самом деле сооружались немного позже, чем первые курганы в Евразии. — Еще вопросы? — Пожалуйста, там, да. — После выключения земли, эти находки дальше, в какое место будут храняться? — Хорошо, спасибо. Они попадают в руки реставраторов. Они попадают в музей. Это нормальная, обычная практика. Где-то год с ними работают. И затем... Ну, поножи, к сожалению, до сих пор у реставраторов, поэтому они в таком кошмарном виде представлены на слайде. И затем материал обычно через год-два публикуется в научных рецензированных журналах. Но находки хранятся в фондах музея. Амфора, насколько я знаю, сейчас даже выставлена в экспозиции. Правда, они так ее развернули, что клеймо не видно. — Еще вопрос, пожалуйста. — По мечам. Эти мечи, они использовались как оружие или только как церемонийная вещь? — Какие мечи? Украшенные золотом? — Да, да. — Тут интересный вопрос. Дело в том, что само оружие, скорее всего, использовалось в бою. Но, поскольку есть такой хронологический зазор между его изготовлением и помещением в могилу, возможно, оно через какое-то время стало реликвией. Кроме того, вот это украшение золотом, такая блокировка с золотой фольгой, на ней, на самом деле, нет следов использования, нет царапин, нет никаких следов того, что эта вещь была в употреблении уже в готовом виде украшенное золото. То есть, этот меч, украшенный золотом, помещался в погребение непосредственно перед самими похоронами. — Еще отказы? Пожалуйста, там. — Спросите о происхождении скифов в двух словах. В двух словах не получится. Ну, это народ явно иранского происхождения, судя по их именам и языку, остатками того языка, который у нас есть, иранского происхождения. Дело в том, что надо отделять две вещи. Скифы как этноним, скифы как носители языка, скифы как носители большой иранской культуры и скифы как носители археологической культуры. Это, в общем, три-четыре больших, очень важных и очень разных вещей. Если говорить об археологической культуре, то у археологов такое устоявшееся мнение, что они приходят из глубин Азии. Никто не знает, правда, где эти глубины Азии. В общем-то, на эту территорию одинаково претендуют и, допустим, Синьцзянь — это северный Китай, и Алтай, и Тува. Ну, в общем, где-то вот там вот они сформировались. — Спасибо за лекцию. У меня вопрос по самому мечу. Размеры, материал, то есть это литой, я так понимаю, меч? — Нет, он не литой. — Нет, он кованый. Это кованый меч, железный, очень плохого качества. Ну, это вообще свойственно для классических вещей, для скифов IV века. Там они просто рассыпаются в руках по сравнению с ранним скифскими, там, VII века, например. Он украшен кованым орнаментом. Хотя сейчас, на самом деле, вот я видел, я встречал, мне до сих пор с трудом верится в том, что существовало чугунное литье для изготовления оружия. По крайней мере, есть находки в Казахстане и, кажется, на Алтае. Какие-то есть вещи, вроде бы даже сделали металлографию и состав металла. И вроде бы говорят о чугунном литье. Для причерном море это исключено полностью. Это изготовление ковкой орнамента. Какая-то матрица, может быть, пансионная, значит, и горячая ковка. Пожалуйста. Продолжение к мечу. То есть там на рукоятке никаких отлеток не предусматривалось в таком виде? Наверное, предусматривалось, скорее всего. Но вот интересно, что на самой стержне рукояти есть имитация так называемой оплетки. Она появляется тоже довольно рано в классической скифтской культуре буквально сразу. Но, скорее всего, какие-то оплетки были. И еще вопрос по реконструкции. Тут доспех верхний, лайнляр, он только грудь закрывал? То есть он не был полным? Да, скорее всего, не был полным, потому что мы нашли не так уж и много. Вообще, на самом деле, и металл очень плохого качества. Но все равно его бы не хватило на полную рубаху, которая кроилась из одного куска. В общем, скорее всего, была украшена только грудь. Вообще, на самом деле, это очень бедное погребение. И в этом заключается наше везение, потому что оно не было ограблено в древности. И вообще, по большому счету, несмотря на то, что это был воин, возможно, предводитель небольшого отряда, но, в общем-то, он такой был голодранец. По ножи ремонтированы, значит, с панцирем тоже непонятно что. Там украшены только оплечья, значит. И, возможно, центральная часть, я кто-то не уверен. Возможно, только оплечья были украшены. Такие случаи тоже есть. То есть, лука не было в погребении, да? В погребении лука не было. Вообще, находки луков, я понимаю, к чему ты клонишь. Вообще, это большая редкость. При том, что лук был основным оружием скифов. Это известно и по источникам, и по изображениям самих находок лука. Ну, во-первых, это связано с материалом. То есть, дерево сохраняется гораздо хуже. Находок очень мало. Может быть, когда-нибудь моя коллега из Киева публикует эту свою сенсационную находку, значит, скифского лука в погребении Курганном. Я уже не помню где. Где-то в Приднепровье. Вот. И это будет настоящая сенсация. Вот. Судя по всему, то ли они не клали луки в погребение, то ли, значит, до нас они просто не дошли. Ну, я думаю, что первое, скорее всего. Давайте последний вопросик. Денис, вы неоднократно упоминали о том, что погребения были разграблены, а кем в основном? Судя по грабительским ходам, участниками церемонии. Потому что они точно знали, куда бить свой ход и практически не ошибались. С какого места? Да. Наверное, мы уже с вопросами закончим. Если у вас будут вопросы, вы можете подойти к Денису после всех лекций, и он вам еще расскажет много чего интересного. Поплодируем внизу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...